Не работает? Ну, речь идет о проверке магно-инфтердинамики в сильном электромагнитном поле, всем известно, что это существенно невинейная теория, невинейная в той части плане, что и невинейная оптика, то есть характеристики различных процессов невинейного образа зависит от поля. Вот установки, которые сейчас строятся, их много, значит, вот есть на нашем фасиле, неизвестный, в Бибермонтской лаборатории, значит, вот, собственно, два энергии, 112-мегастропы, почти 2 мегастропы. Потом, значит, установка вот этого, лейзер-мегастропы, это два мегастропы и 340 кучков, значит, эти установки предназначены для ядерного синтеза. Вот эта установка в Англии делается хайпер-экспиталь во Франции, значит, там тоже фаскетчеринг, и, кроме того, они аж говорят о фундаментальной науке, но, тем не менее, у них длинные импульсы, и, значит, будут очень высокой интенсивности кучни, но вот эта установка является единственной, которая, как раз, предназначена непосредственно для исследования, вот, для работы с фундаментальной наукой. И вот здесь перечислен некий, что они там собираются делать, это хайпер-сайенс, ускорение частиц, лабораторная астрофизика, правда, я не очень понимаю, что они под этим имеют в виду, под лабораторной астрофизикой, потому что, ну, как бы, люди чего-то говорят, но, я не очень понимаю, какое-то отношение к астрофизике, но в том числе и огромная терапия, то есть самые разные применения, вот мы, в принципе, будем, я, то, что я буду говорить, я все время буду ориентироваться вот на эту установку, поскольку ее задача получить интенсивность больше, чем 10-24 Вт на квадратный сантиметр. Вот их пропозал, который они публиковали, и вот я обращаю внимание, здесь много чего написано, но то, на что я хочу обратить вас внимание, это вот, рефикер-эктивистская компрессия дает возможность вот потенциальной интенсивности приближающей 10-25 Вт на квадратный сантиметр. 10-25 Вт, это очень много, потому что рекордная интенсивность, которая есть сейчас, это 10-22 Вт на квадратный сантиметр. Ну, да, это вот, опять-таки, все возможные, что все они могут делать и на что они ориентируют свою установку, ну, вот это вот самое главное для нас, и, в общем, на самом деле для них. Вот здесь на русский язык, когда начнёт сделать слайд, что интенсивность вот такая, это называется ультроэктивистский интенсивность, почему? Потому что вот этот вот безразмерный параметр интенсивности, который соответствует лазерный гиппульс, он обезразмеливается массой протонов, но и не литроном. Для массы протонов, сколько и порядка единиц. Значит, это означает, что, как говорится, у протонов будет обрастать, то есть, массой, эффективной массой характеризоваться, значит, которая будет отличаться от голой массы, в которой вообще. Вот при таких, ну, и вообще при таких интенсивностях можно наблюдать самые разные эффекты, которые до сих пор обсуждаются только с лицей, элитроном и неголем. Значит, ну, вот что они говорят, что выключатся, по шагам маневрится, это данный сапфированный лазер, который винирует импульсы, деятельность в 10-12 секунды с энергией в районе 700 жёлтых. То есть мощность от критиньи до 70 петалат. Значит, ну, фазовый контроль, использование он, кстати, с большой апертурой, позволит получить интенсивность порядка 10-25, а в комбинации 10-10 одиночных пикусов, которые это мощности, приведёт к пиковой мощности до 700 петалат и соответствующей интенсивности 10-26. Хотя они говорят и в экзаваттной, в экзаваттной мощности, и даже в зэтоваттной мощности в будущем. Но это уже, в плане, да, вот несколько слов, это известная картинка, и несколько слов о том, где мы находимся и как вообще вот эта интенсивность, значит, росла интенсивность. Вот началось всё в 60-м году, когда, это 50 лет тому назад произошло, когда первый лазер был запретённый Дэгги Мэймером в Соединённых Штатах. Значит, он, правда, не получил мангерскую премию, и поэтому до сих пор его жена не разговаривает с Таунсом. А вот уже, так говорится, много-много лет. Но, значит, поскольку лазер про Кауэль Таунс, они за мазер получили, за мазер получили, а лазер сделал первый работающий. Вот эти Мэймеры, кстати, его жена привезла этот лазер, работающий до сих пор, вот 50 лет праздновалось в Париже, это было грандиозное праздник, празднице там, она привезла этот лазер уже строителям, как раз жировому руку дарила этот самый лазер. Ну вот такого вот размера, маленького, и до сих пор работает. Вот так вот, в 60-х годах всё началось, вот интенсивность, раз, была, росла, и в эти годы как раз начались исследования очень интенсивные лазерные квантовые электродинамики, значит, появились работы, ну, и в Америке, и у нас, у нас один дешёвый лазер в первую очередь, значит, они очень много плодотворно здесь работали, была надежда, что и так всё это будет так продолжаться, и всё, как говорится, можно будет на эксперименте видеть. Но потом вдруг, на следующем периоде стагнации, как его называют, и продолжалось это где-то вот, ну, сколько лет, 15. Фактически не менялась интенсивность лазера и лазера, до тех пор, пока в 86-м году Мамуру и Стрикланд не придумали технологию CPA, это чирпированное усиление импульсов, чирпированное, как это слово, чирпированное, на русский язык, чтобы перевести очень трудно, потому что это чирп, это щебетание, чиридание, если угодно. Ну, причём здесь чиридание, я до сих пор понять не могу, потому что идея заключается просто в том, что это усиление импульса, что делается, берётся достаточно короткий импульс, он растягивается во времени, идея, кстати, не новая, она из ракетехники взята, а потом происходит усиление, а усиливать тогда уже можно с помощью различных оптических устройств, их не разрушая, потому что, когда растяло во времени, интенсивность невысокая, а после того, как, значит, вы усилили, вы опять можете его сжать, и в результате на выходе получаете, кажется, очень высокую интенсивность. И тогда, значит, произошло две вещи. Во-первых, рост пошёл снова линей, производная почти такая же, как здесь, это, во-первых, а во-вторых, размеры в основном существенным образом, существенным образом изменились, изменились, потому что вот где-то в это время, вот до этого момента, где-то вот в это время я был в Соединённых Штатах и в Росестре там выступал на семинаре, меня спрашивают, где взять, а где поля? Ну, поля не надо брать, потому что достаточно организовать столкновение, пучка электрических электронов и плата на уровень. Тогда в собственной системе этого электрона поле будет достаточно высокое, и можно брать негативные эффекты. На следующий день человек, который меня принимал, отвёз меня в лабораторию лазерной энергетики, она там называлась, в прочей, довольно-таки, в доме, как раз. Ну, в это время, в это время он как раз начал там работать, и они мне показали, это строящийся лазер, значит, по современным меркам не очень высокой, значит, мощности на сегодняшний день. И, как говорится, когда я посмотрел на это огромадное здание, и вообще на эту громадную машину я почесал затылок и сказал, ну, непонятно, что легче, слег сюда перетащить к вам, в ротестер, или этот лазер нам построили, потому что действительно это было сложно. Но после этого появились, как правило, это установки, которые можно уже лаборатории на лабораторном столе смонтировать и с ними работать. И вот все это продолжалось до последнего времени, пока, значит, ну, уже существующие технологии не дашли до нету предела. И вот сейчас вот где-то здесь мы находимся, это как раз 222-й ватт в квадратный сантиметр, ну, может быть, еще на порядок податься поднять, но как бы не более. Вот уроки дают новую технологию, это использование адаптивной оптики, значит, пучков с широкой апертурой и так далее. И, кажется, появился в результате проект, сначала была статья Муру и Даджимы, а потом появился проект, который одобрен Европейским Союзом, значит, и сейчас этот проект в действии, там уже огромное количество стран в нем подключилось, а Россия тоже участвует, кажется, в этом проекте, но отдельные люди участвуют, потому что Россия их денег, естественно, туда не вносит, а кроме того, они тоже не очень приветствуют участие России, потому что Россия говорит, давайте построим эту правильноманную территорию, и тогда мы ей деньги дали, это еще до кризиса такие разговоры. И они категорически отказались это делать, поэтому, собственно говоря, не люди, которые планируют устроить вот эту установку, а оказался Евросоюз. В этом случае руководство Евросоюза не пошло, поэтому, поэтому, значит, Россия официально не участвует. А может вопрос тогда? А вот у нас, в России, какой мощности есть максимальный, вы скажете, вот так виноватный лазер и сейчас дело, значит, как Сергей Горгиевич Гаранин, к сожалению, я к ним приехал, там в Сарове делается мощный лазер, но он тоже для лазерного термояка в первую очередь, ну и какие-то, может, другие цели, но в первую очередь лазерный термояк, а большой интенсивности там не будет. Вот мощность и интенсивность это разные вещи, значит, того мощности, так как люди вот делают, я показывал, какие делают машины, для того, чтобы интенсивность большую получить, нужно жестко очень сфокусировать и иметь очень короткие импульсы. Ну и, естественно, повторяемость должна быть достаточно высокая, вот здесь вот обещают там, ну, несколько выстрелов в минуту. То есть, это серьезная машина. А для чего интенсивность нужна? Потому что интенсивность вам дает высокую напряженность в поле, а если поле, высокая напряженность в поле, ну вот тогда вы можете наблюдать всякоррой или иной эффект. А там интенсивность невысокая. Да, Леонид Иванович? А что такое прием? У меня есть калорийность приема? А это энергия, это энергия осцилляции электронов. Вот электрон в поле волны, то есть, вот его движение какого-то, быстро осциллирует и двигается. Вот средняя энергия осцилляции, она вот так. Первая? Так. Первая? Да. Ну, а если цель осциллирует, значит, да, да. Ну, просто еще сикраторным образом сикраторным неизмом. он сбрасывает, он, потому что он, как говорится, дело в том, что он в поле волны осцилляции происходит, как говорится. Варварки и времени. И не то, что времени не хватает. Он опять, как говорится, излучив оно, он опять должен перейти в такое же состояние. сикраторным образом и все. А еще излучение, то есть излучение, конечно, есть, он может излучать. Это правда. Это, как говорится, вот если пренебречь к улучению, то, конечно, энергия вот такая. Эффективная масса жутко большая. Во много раз больше, чем масса головы электрона несравнена. Потому что русского сколько там? Здесь шестой раз больше, пожалуйста. Ну, а что электронная аликция? А еще электронная аликция проведена. А может быть, если сикраторным излучением займется опять в переводе? Ну, если я буду говорить о том, можно ли получить или не может, но это не из синтратрозного излучения. Дело в том, синтратрозное излучение чего-то. Дело в том, что присоздают эватор, у вас никаких электронов там нет. Предполагается, что можно сделать идеальный вакуум. Кстати, я вот когда буду говорить, кстати, это очень важный вопрос, если вы уже задавали, а как реально сделать вакуум, всегда вроде грязь есть какая-то. Нет, вот эти результаты говорят, что нет проблем сделать вакуум чистый и это делается не с помощью масляного насоса, а с помощью того же лазера очищается цикколость, то есть они соответствуют и дают и очищают. Да, он вот с такой будет энергетик. И давайте смотреть, как он будет излучать, все это можно, как говорится, изучать. То есть, вот его состояние вот такое, нас с вами будет интересовать, в общем, на самом деле, вернее, менять вакуумные эффекты, потому что... А стены, я готов не... А? Вот ты говоришь, что импульсом весом, стены через страну, бог пачит. Ну, бог пачит. Убереждаются, вот это, причем, это самая разная экспериментатор, я честно говорю, я, кажется, этот вопрос сам задавал экспериментаторам, значит, сначала, я говорю, вот французы, опять верили, что, нет проблем, потом фиани, вот, значит, против, и даже так, там, кто-то задал этот вопрос, и тут же экспериментатор не нужен, что мне сказать, что да, это они могут делать, я не знаю, как-то. Вопрос важный, но, ну, я не могу, как это, объяснить, это, но, то есть, потому что, не знаю, но они правят, что да, можно. Так вот, планируется попасть вот сюда, вот сюда, а цель, вообще говоря, дойти до этого, вот сюда. То есть, это как раз 10.30, интенсивность, вот здесь интенсивность, это та интенсивность, которая, вот характерная интенсивность, которая определяет с тем самым полем, ГЕС, о котором я вчера не говорил, а если еще дальше, или там вообще, то есть, начинаются другие вагоны, гибрудации, уже не вагоны, или, например, на квадровых ромодинамику, это так им кажется, там, на самом деле, о чем я буду говорить, существуют естественные пределы, то есть, если пара может рождаться с лазером, просто подняться, не сможет, где-то, 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 где-то. Значит, вот стремление сюда, причем скачок должен быть, причем опять этот скачок будет связан с именем Герара Морупа, поэтому, вот, один раз он уже доказал свою дееспособность, и я могу сказать, что-то очень доверяюще. А вот это вот дорожный тарт этого проекта, дорожный тарт этого проекта, который, правда, был опубликован до кризиса, поэтому здесь небольшой сдвиг произошел, по-прежнему, да, подальше отодвигается, ну, вот, то, что первоочередная, значит, то, что они хотят построить, в первую очередь, это как раз вот 200 металла, посмотрите, один выстрел в минуту, и 10, 10 пучков, значит, и планировалось это дело в 2014 году, но сейчас называется, скажем, в 2016, ну, можно быть, в 2015 году. 2015 год. Ну, я вот уже показывал, значит, теперь я просто перейду к негативной теме. Значит, ну, все определяется одними жаном, Гайзенберг-Беррия, это, я вчера говорил, значит, ну, какие негативные вакуумные эффекты, в принципе, их много, на самом деле, рождение пары, это магнитный поле, вакуум, это самый яркий, с одной стороны, яркий эффект, а с другой, как ни странно, эффект, который проще всего наблюдать, потому что, вот, генерация гармонии вакуума, что это такое? Ну, вот, если вы фокусируете лазерный импульс, даже один фокусированный лазерный импульс, то, как ни в ней ночь, они начинают фамилию вакуума, то есть, начинают генерироваться гармоники, даже и одиночным, но гармоника измучается, вот тоже вещь для меня, это несколько удивительная, измучается гармоника, третья гармоника, почти вперед, и начинается это где-то при интенсивности 10-27 вакуума квадратный сантиметр, а вот недавно в Казани я говорил с экспериментатором Масалов Анатолий Викторович из Фиана, я ему говорю, ну это же, он просто интересовался именно этим вопросом, я говорю, ну это же не увидишь, ну как на фоне, так сказать, такого могучего лазера вы увидите, так сказать, небольшое количество фотонов, пусть даже третью гармонику, вперед, ну понятно, он говорит о проблемах, мы, как говорится, можем выделить этот случай до 10-20, то есть, вот, утверждение, что он мог, но тем не менее, это, на мой взгляд, очень сложная задача, гранюлочка вовремя это означает, ну фактически это эффект расщепления, потом, на романском поле, которое изучалось, значит, если слабенькая волна распространяется в поле лазера, то, да, действительно, как в низотропной среде возникает обыкновенная необыкновенная волна, может так описывать, а может, если энергичнее, то, как манты, образ, манты, смартиску, выращивание, потон, и так далее, но рождение пар самое проще всего, потому что, ну, ничего не было, а потом вдруг, ну, тут только свет, а тут вдруг вещество, поэтому, увидеть легко, и зависимость, очень резкая, экспоненциальная, поэтому, как мог бы быть этот эффект, проще всего наблюдать, и основное внимание на нем, если следоточено. Значит, в основном, люди думают, что, вот, все так уверены в том, что при этом таком характерном поле, вот, заводороское поле, где 16 вольт на сантиметр, если говорить об электрическом поле, вот, нужно именно такое поле, чтобы все такие эффекты наблюдались. Значит, это поле, так известно, совершает работу порядка МЦ квадрата на конторном скреплене электронов. Вот, такое могучее поле, спрашивается, интенсивность какая? Ну, если посчитать интенсивность, вот так вот, то получится 4,65 на 10,25, 5 на 10,25 ватт на квадратный статиметр. Значит, Елай, говорят, 10,26 получен, ну, там, может быть, чуть побольше, в ближайшее время, но, тем не менее, это еще далеко до этого самого характерного, характерной интенсивности. Поэтому вопрос, можно наблюдать нелинейный эффект или нельзя? Можно, или нельзя наблюдать нелинейный эффект. Ну, вот, как я, значит, как описывать эти эффекты, как их считать? Можно там аналитически продвинуть, где надо счет, численный счет делать? Значит, вопрос, как описывается поле лазерного импульса? Ну, плоский монатроматический вал на до сих пор и вы лицо считали, что это плоская монатроматическая волна. И это очень удобно, потому что существует точное решение монатроматного управления, либо Дерак, либо Кляйна-Гордена, и это нарубовские решения. И поэтому сравнительно легко вычисляется вероятность процесса, по крайней мере, инвентарных. Уже в учебнике вошло, вот, можно смотреть Гористецкий, Ревшик, Петагевский. Как говорится, можно очень подробно еще в 79-м году вычислить труда, и целая книжка «Никишовый ретусок», где очень много рассмотрено всякого рода эффектов. Но дело в том, что на самом деле порядок получается при жестком фокусировании сильный. Надо жестко их сфокусировать. И это совсем не монохроматическая волна, поскольку здесь появляется продольная составляющая поля, которая коренным образом меняет вообще на самом деле ситуацию. Тем не менее, приближение математической волны очень часто работает, очень часто работает, но значит, вот, когда речь идет о рождении пар, например, или о вычислении всяких перцентов преломлений, теоретической пронесаемости вакуума, присутствии сильного поля, то тут значит, плоская волна не годится в принципе, потому что нету никаких эффектов в поле плоской волны популяризации вакуума нет. Ну, оба инорянда равно нулю, поэтому поправки кулакриджама отсутствуют. И эта модель ни в коем случае не работает. Она работает только тогда, когда есть какая-то внешняя частица, неважно, батон, электрон, еще что-нибудь. Есть внешняя частица, она работает. с какими-то ограничениями. А вот для таких эффектов она не работает. Поэтому, если хотите что-то считать, нужна обогреть фокусированную магнитного инкульса, который нам правильно отражает свойства реального инкульса, то есть решение уравнения массовой густоте. Вот это зеленый написал, а черный написал, что очень трудно работать, казалось бы, потому что нет точных решений, никаких квантовых равнений. Спрашивается, вот там, применять карбину фарии не удается. Ну, я буду говорить о модели, которая у нас в этой работе с Мишей была развита, и сейчас я вдаваться в подробности не буду, это я просто формулу привел, чтобы показать, что формула аналитические есть, это, скажем, монохроматическая циркулярно реализована неплоская волна, которая распространяется вдоль оси заят. Это повторяет точное решение уравнения массового при условии, что вот эти функции, которые здесь углевают, ну, здесь, значит, обозначение понятное, двигается портой, значит, вот рот, это просто координата цилиндрическая, фаза фи определенная вот здесь, да и это есть некий параметр, я о смысле очень более скажу, значит, а вот эти функции f1, вот, точное в том случае, если f1 является решением вот такого уравнения, фактически уравнение массового связи к решению вот такого уравнения, а функция f2 выражает через f1 таким образом, ну и чтобы это был фокусированный импульс, ну и чтобы это решение выразворяло вот таким условием, которое здесь написано, но вот одно из решений, это гаусс включил, вот здесь просто явно выписано, правда, вот эта функция f1 и f2, она выписана для случая, когда параметр маленький, но обратите внимание, что здесь стоит явно на 2 филе, r это радиус фокусировки, поэтому если r у вас лямбдах, то это параметры единицы надо убить, то есть общим можно считать порядок иметь всегда, даже на дефракционном пределе, и в этом смысле эти функции хорошо работают. ну что, каков смысл этих параметров значит, вот описывается буквально распространение такого пучка, значит, r имеет смысл радиуса фокального пятна, e это дифракционная иерогрейская дина, d это параметр фокусировки, вот когда он большой, ну что значит большой, вот он грубо говоря ограничен там 0,1 0,0 можно сказать если я полагаю то можно чуть побольше его сделать, но он все равно всегда меньше единицы, а маленькая это, значит, вы переходите к пределу плоского раунда. Вот, ну что характерно для такого поля, это гораздо важно, что вектор e и h имеет продольный компонент, поле непоперечный, всегда возникает вопрос, а че ли такой поларизации для непоперечного поля. Ну вот, во-первых, можно всегда найти такое решение, в котором вектор e поперечный, это e параллелизованная, это e-волна, и наоборот, а-раризованная и t-волна, то есть поперечный магнитный, это поперечный электрический, это вектор h, поперечный, а так сказать, продольный составляющий имеет только поле е, везде. А в общем, в общем случае, получается некая смесь, мы обычно записываем в таком снятии, вообще любой параметр это действие повторяет точное решение. Более того, можно таким образом описывать и импульс. Достаточно короткий импульс, вот надо сделать просто в этих функциях вот такие вот замены. G это действие неогибающее такого импульса по времени, значит, вот, но это уже не точное решение уровня максимального, а решение с точностью до членов d2-включителя, поскольку d2-мень на единице, то это достаточно хорошо работает и для описания импульса. Вот такой модель мы тут этим будем пользовать. теперь чего я дальше хочу сказать. Значит, ну, параметры электромагнитного поля это, ну, понятно, это, значит, электромагнитные варианты, да? Если поле лазерового импульса, то есть это фокусированное там, то, естественно, эти варианты, они зависят от координат и времени и вообще с этим определяются параметры, волны, частотой, длительность импульса, радиус, то есть локально 15 или через дейтум можно это выразить и так далее. Значит, мы будем использовать другие варианты, я вчера это уже показывал. Значит, вот эти варианты имеют смысл какой? Они, значит, совпадают просто с поверечения с электритрительной напряженностью электромагнитного поля, то есть директор ГЕ и РАШ значит, параллельно. Вот они построены через электритрительные варианты ЭКЖ и соответственно вот эти могут вычисляться. Через них просто проще выражаются в поле. Теперь есть еще один параметр это параметр работа когда у вас есть какая-то частица во внешнем поле это динамический параметр вот буквой И вот здесь обозначен значит он зависит не только от поля тензорных динамический но и еще четверт импульс самой частицы смысл его создать следующим вот если я перейду в систему где частица в среднем покоится именно в среднем потому что скажем если это волна то у вас она может совершать регулярные движения еще вот эти вот быстрые осцилляции вот быстрые осцилляции по-прежнему могут быть в среднем покоится тогда этот параметр есть просто отношение поля в этой системе в собственной системе частицы к характерному полю если у вас сталкивается лазерный импульс и ультратилистский электрон то тогда значит понятно что поле в собственной лабораторной системе связано вот таким вот образом да и для ультратилистской частицы просто поля в собственной системе есть ну вот гаммафаб появляется гаммафаб появляется и соответственно параметр х может оказаться очень большим если частица в ультратилистская важно что этот параметр квантовый этот параметр квантовый сюда постоянная плавка в поле и скажем если у вас частица заданной излучает если и маленькая то квантовые поправки несущественные влучение происходит так как классические частицы работают классики а если порядка единицы отдача единицы это неправильно ошибка больше или порядка единицы надо было написать то значит отдача очень большая проектории нет и надо в общем квантовым образом описывать никакие формулы гардиционного трения или еще что-нибудь когда параметр большой то есть единицы или больше это конечно не работает и вообще даже не применимо собственно и применять теперь давайте рассмотрим вероятность какого-либо процесса который несоверентирован на частице во внешнем поле он зависит от трех параметров я просто обезразмерил критическим полем характерным полем значит вот здесь я тоже ошибку допустил надо было писать квадрат потому что это имеет размер из поля в квадрат значит если ес в квадрате надо было писать это не важно по смыслу понятнее я просто обезразмерил от характера полем эти параметры и это какое-то несоответствие я приходил делать чтобы поверил там что-то здесь просто круглые голодные а здесь голодные цепины и а нет нет прошу все нормально это f на ес только в квадрате g на ес квадрате они если более меньше характерно то это параметры маленькие пусть даже не очень большое но если оно много больше вот этих то тогда вероятность можно переписать вот так в первом приближении пренебречь все остальное будут по праву но дело в том что вот это наражение этой же энергетической ловитой все в таком виде вероятность она что описывает она описывает вероятность того процесса о котором поле плоской электромагнитной волны именно именно в поле плоской микробанкетной волны и варианты РФЖ равны 0, ну и скрещенной. Наверное, нет. Ну, не нет, а сейчас к скрещенному я просто перейду. Скрещенное поле тоже, в таком смысле, поле плоской волны, только с частотой равны 0. А значит, для поля плоской волны есть еще один, значит, ложится перебросить в рядный парадок. Вот если мы возьмем потенциал, это четырех потенциалов, значит, вот зависит от фазы, какими-то вариантами, да, и это и есть поле плоской волны. Ну, например, монограмматические волны, значит, это будет 8 фи. Тогда вот этот параметр А0, который я уже писал, он, значит, записывается вот таким образом, вот такая запечатка, здесь е квадрат зарядок пропущен, здесь е квадрат еще стоит. Да, и еще я вот здесь вот пользуюсь единицами, где h и c равняется единице, поэтому надо это иметь в виду. Кстати, вот здесь вот очевидно, что такое вот значение амблевое, которым у нас очки все пользуются, оно крайне неудобное, потому что для амблитуры потенциала та же самая глупа используется, поэтому можно распасть к этому любому компоненту вот этого четырех вектора. Тем не менее, пока они все пользуются этим параметром, я надеюсь, скоро перестану. И вот это, несмотря на то, что этот параметр касаться, зависит от потенциала, он, тем не менее, является и калибровочным вариантом. Горяется вариантность очередной, потому что квадрат четырех вектора соединяется в коем-вариантном параметре. А калибровочные варианты непонятно, потому что если вы остаетесь в плоской волне, то при любом калибровочном преобразовании определяется произвольной функцией, но функция, в зависимости от вариантов базы. Поэтому вот так вот вы его записываете, а, как говорится, когда вы звоните в квадрат, то так квадрат равняется нулю, и КНА тоже как-то церавняется нулю, нам всегда это можно делать. Поэтому при любом калибровочном преобразовании у вас этот параметр остается постоянно. Так вот, этот параметр, он, ну вот здесь закон записан в более-менее стандартном виде, если его вот так переписать, то смысл этого параметра – это работа поля на длине волны, на длине волны этого внешнего поля, отнесённое к М, или конце квадрата. Значит, вот то характерное поле по антоликто-динамическому – это была работа поля на конторовской длине, а это на длине волны лазерного поля. И этот параметр никакой постоянной планкой не содержит. Постоянной планкой не содержит. Это классический параметр нерененческий. Значит, на самом деле параметр чего определяет? Вот если он порядка единицы или больше, то любой процесс становится матафотоном. Значит, скажем, ну вот если говорить о нелинейном комптоне, да, вот комптон-эффект – электрон поглощается, электроны получаются, да, обычные растения электрона, то есть фотона на электроны, да. Значит, если во внешнем поле это происходит, то это происходит с поглощением электронов, то он берет, скажем, может взять этот фотон, который он перерассеивает, да, из внешнего поля. Если он один фотон берет – это нелинейный. А если он два берет, то… КВЦ – линейный. А? КВЦ – линейный. КВЦ – да. Ну, и вот эти… Гармоники с влачением нескольких патронов из волны, они существенны тогда, когда как раз параметр одной порядка деятельности. Это работа поля на длине волны. Здесь еще одна важная характеристика любого процесса – длина формирования. Это длина, на которой формируются акты излучения, поглощения, оброждение паропатронов и так далее. Характерным масштабом длины формирования является вот такая величина, или это длина волны, деленная на этот параметр аннулиров. Поэтому, если аннуем много больше единицы, а это можно сделать, напоминаю, коллективистские калибровочные варианты параметра, либо за счет того, что у вас поле очень сильное, либо за счет того, что частота маленькая. Вот этот параметр, когда он большой, и длина формирования немного меньше длины волны, то тогда в этом поле, мы говорили, что поле вероятность представляется выражением, которое работает в поле плоской волны, то такое поле можно рассматривать как скрещенное поле, как постоянное... Я почему обо всем не говорю так подробно? Потому что это означает, что для скрещенного поля, для поля плоской волны, посчитано очень много. Разные процессы калибрицы изучены досконально. И поэтому все формулы уже есть, все готовы. Ими просто можно пользоваться, если параметры вот такие. А, как говорится, для... Вот мы говорили о параметре ноль, там, вот Михаил Ильич спрашивал, тэвы, гэвы. Так вот они определяются как раз в одном. Вот сейчас то, что предполагается, это нолевое, там, десять шестое или даже выше. И поэтому, значит, конечно, если оно десять шестое, то это настолько маленькое. Представим, что древние волны в поле... То есть поле не успевает измениться за время, когда процесс уже сформировался. Поэтому у вас что? Поле скрещено. А вот если нет части из вакуума, то есть нет параметрах, тогда уже, извините, надо смотреть зависимые, значит, вероятцы любого процесса, в том числе и враятцы рождение парт и ЭПЖ. Плоские волны вне этого нет, и поляризации у вакуума нет. Потом, поэтому надо использовать модель, значит, фокусированного пола. Значит, какие вообще до сих пор эксперименты были по нелинейной квадровой кардинамике? Значит, по нелинейной квадровой кардинамике было только два эксперимента. Вот эксперимент Е144, он назывался, имел номер на слэке. Значит, это нелинейная квадровская растение. Значит, схема эксперимента чрезвычайно простая. Имелся лазер, значит, лазер где-то интенсивностью 1018, да, вот здесь 05 на 1118, хотя интенсивность в этой установке лазера можно было менять, она была переменной, и длинноволны, как инфракрасный и зеленый, да. Вот лазер, вот это зеркала. Лазер фокусировался вот сюда, а здесь пучок слэпинских электронов с энергией, значит, соответственно, близких 50 гео, ну, 46 гео, 60 гео. Вот здесь происходило столкновение. Столкновение было почти лобовое угол, здесь было 17 градусов. Ну и, соответственно, когда у вас электроны попадали вот в этот магнит, здесь они рассеяли электроны, которые теряли, значит, соответственно, отдача была большая. Вот этот параметр ки, он был у них, это вот, а нулевое было, то есть поле было не очень сильное. Такие я здесь не написал только, но тоже было где-то порядка 0,9. То есть в собственной системе более еще было далеко от критического. Но, тем не менее, отдача, можно считать, почти порядка единицы было идти, поэтому отдача была большая. Электроны теряли энергию, и рассеяние электрона вот здесь, вот в этом параметре, колоритики, значит, они регистрировались. Отклонялись и электроны основного пучка, не рассеянные электроны, а фотоны, летели прямо, излучение вперед, какие регистрировались, регистрировались вот здесь. И что люди наблюдали? Они наблюдали, да, вот это сначала схема самой установки, вот отсюда идет слеповские электроны, вот это вот лазер, а вот здесь вот, вот это вот отклоняющие магниты, а вот здесь стояли, значит, детекторы. Ну, что они наблюдали? Они наблюдали, я уже говорил, линейность состоит в том, что вы наблюдаете несколько гармоник, можно наблюдать, которые, значит, берет электрон в волны, чтобы излучить достаточно весутые энергии потом. И можно наблюдать до четырех гармоник в фракрасном, и вот здесь вот до третьей гармоники, до третьей гармоники в зеленом свете. Причем совпадение с теорией вполне очень хорошее. И, значит, ну, вот они обсчитывали этот эксперимент как раз с помощью тех формул, ну, в частности, там, даже вместе с дефицитом в работе. А проведование наблюдали рождение пары. Практически на той же самой установке. Значит, происходило следующее. Значит, вот здесь, в фокусе, где происходило столкновение, сначала вот эта невинейная конскема невинейного фотона, да, а потом вот этот фотон, этот фотон, за счет воплощения определенного числа парового процесса, за счет воплощения некоего числа фотонов из волны, рождалось пар. И вот здесь, здесь был установлен, значит, половина, которые позитроны. Это цимерий лани, здесь эти позитроны, позитроны и мерия. Позитроны и мерия. Ну вот, это вот теоретическая кривая, и эксперимент совпадает совершенно, я считаю, идеально. И, значит, вот такая картинка была помещена в «Нью-Йорк Таймс». Это, значит, вот Маланьякова снеги. Электрическую лавочку, то есть свет в цилиндрах, а потом вытаскивают вещество. Дум и свет вещество. Фактически, это, на самом деле, первый эксперимент, в котором вот этот вот процесс, значит, действительно наблюдался. Ну, а теперь о вам, нахрене. Теперь о вам. Я не знаю, может быть... Ну, давай перерыв. Перерыв, да? Экологический. Да. Может быть, перерыв. Ну, сейчас кончится. Ну, да. Ага. Ну, да. Не только рекомендую историю. Где? Где? Мы с той же... Ну, вот, совсем другое взаимодействие. Нет, взаимодействие. Перерыв к капиталу. Ай! Перерыв, что там пристроено, до этой рекоредики, до этой рекоредины. Резинансивность мы пока говорить не можем. У нас там 1026-й, до 1027-й, ну, не знаю... Как это... при самых оптимистических настроениях, можно сказать, ну, 9-27, не больше. То есть мы до этого вроде бы как и не доходим. Спрашивается, а нельзя ли порог рождения пары уменьшить? То есть здесь был 10-28, а нельзя порог уменьшить? Ну, первое, что пришло в голову, естественно, значит, давайте столкнем два раза. Импульс там же лучше, потому что когда фокусирование, за счет чего? В плоской волне почему не рождается пара? Потому что все потоны летят параллельно, а они, как известно, не взаимодействуют. А если вы их фокусируете, значит, они летят под неким углом, а раз летят под неким углом, ну, соответственно, и происходит столкновение, и рождение пары. Давайте эту углу сделаем 180 градусов. Тогда может им легче будет? Действительно легче. Вот я, значит, здесь вариант. Значит, что интересно, что здесь почти нет разницы между е-волками складовыми, аж-волками, аж-поляризованными волками. Разницы почти нет. Просто сталкиваются две поляризованные по кругу волны. И вот вам результат. Значит, оказывается 2,5 на 10,26. И у вас уже эффект наблюдается. Ну, как ожидали, так и получается. Но 2,5 на 10,26 – это каждый импус. Так что полная, интенсивность должна быть 5 на 10,26. То есть если у вас есть ладер, вы должны как-то разберите этот пучок и какеретным образом их столкнуть. Тогда получается 5 на 10,26. Ну, естественно, здесь тоже есть эффект разрушения поля за счет рождения пар, но об этом я позже буду говорить, потому что есть еще один механизм разрушения, который, может быть, даже более интересный. Да, ну вот на этой картинке как раз показана кривая. Значит, и вот когда рождается одна пара. Одна пара рождается вот при такой импусе. То есть не 5, ну там группа было 5, а вот 4,3 видно. Значит, из этой картинки очень хорошо. Однако и эту штуку можно еще, еще погибше коробку. Для этого на адрес входит много пучковых технологий. Вот такая красивая картинка. Правда, я не думаю, что здесь кто-то должен стоять. Я тогда, знаете, ладер. Но, тем не менее, это, значит, эта картинка, которая была придумана, и человек помещен для того, чтобы показать, ну, какого, значит, масштаба установка будет. Ну, все равно, конечно, схематическое. То есть, вот я сейчас, скажем, вот у нас была работа, значит, первым в этом году она вышла. Значит, вот от такого варианта, ну, скажем так, до 24 пучковых. Ну, помните, я вам говорил, ну, пучковая технология, она, конечно, имеет место. Помните, я сам начинал там, я про них, про них говорил, про мега-джоу, я говорил, там где-то 200 пучков собираются люди, но там апертура большая. А, как говорится, когда большая апертура, а здесь, говорят, жестко-фокусировать, апертура у главы должна быть большой. Но когда большой, так много пучков не получится. Я скажу, как можно реализовать эту схему, но вот от двух мы теперь переходим в 20-24. Значит, ну, вот как это можно сделать? Вот берем плоскость одну, да, вот располагаем, как говорится, вот умещается. На самом деле, если я беру вот этот параметр дейта, фокусированный 0,1, то на самом деле можно максимум 8 таких пучков внести в одной плоскости. И при этом, пусть они линейно парализованы, они все в одной плоскости, ясно, что в фокусе поле будет, как говорится, складываться. Правильно? Причем поле будет корень из числа этих нипосов больше, интенсивности просто складывается, а это будет корень из НП больше пучков. А дальше можно, как говорится, 24 таким образом делать. Вот берем плоскость Х, и, значит, вот, вернее так, вот это вот плоскости, значит, Y и Z, и вот в этой плоскости мы, значит, еще помещаем, как говорится, их 8, потом, как говорится, еще в другой плоскости 8. Так что вот всего получается 24. Правда, не так эффективно уже, когда в другой плоскости, когда они под наклоном увеличивается напряженность поля, ну, вот по такой формуле это рассчитывает. Мы брали космонавт, угол этот 45 градусов, тогда получается, что поле по отношению к высоте 24 к 2 почти в 3 раза увеличивается, пока не будет, а по отношению к 8 почти в полтора раза увеличивается. Ну, можно спросить, но за то же ясно, что как-то все первораспределировало, что значит увеличилось, у вас же исходная-то энергия была, какая была, такая и осталась. Правильно? Но на самом деле это происходит, происходит перераспределение. Поле вот в фокальной плоскости, геометрия, значит, поля в фокальной плоскости существенно изменилось. Интенсивность поля, вот это вот два пучка, это 8, это 24. Видите, она вот на любой картинке, это плоскость xy, вот здесь вот эти пучки, а вот эта вот плоскость xy, это плоскость zy, это плоскость z. Вы видите, что интенсивность все время растет, а, как говорится, структура как бы уменьшается. Происходит такое, вот здесь вот вообще, как некая пятнистая структура образуется в фокальной плоскости. Интенсивность выросла, а область уменьшила. Поэтому, если вы энергию посчитаете, то это будет та же самая энергия. Но дело в том, что от напряженности поля, как говорится, число родившихся пар зависит экспоненциально, от, как говорится, размера этой области, в которой все это происходит, степенным образом. Поэтому, когда вы увеличиваете напряженность, у вас это очень эффективно работает. И у вас из-за этого, получается, увеличивается напряженность, а стало быть число родившихся пар. Расчет я сейчас покажу. А это просто картинка для двух и двадцати четырех, но уже как-то современная как бы развертка. Но они, казалось бы, очень похожи, но я обращаю ваше внимание, что здесь 007 стоит, а здесь 002. Это просто математика как-то не позволяет использовать на разных картинках разные цвета. Вот у нее она так заряженная, что цвета одинаковые. Поэтому обязательно надо смотреть вот на эти полоски, видно здесь 007, а здесь 002. Поэтому если сравнить вот здесь и здесь, они вроде бы одного цвета, но интенсивность гораздо более. Интенсивность гораздо больше. То есть и вот в такой временной развертке тоже вот эта пятнистая структура образуется. А вот результат. А вот результат. Значит, вот два пучка, да? Значит, ну, здесь все рассчитывается не. Прикистите лонжовую энергию. Уже об интенсивности как-то сложно говорить, потому что когда у вас много... Ну что это интенсивность? Это плотность потока, да? То есть все это связано с определенным управлением. Куда она течет? Когда она со всех сторон четко. Чего говорить о плотности? Поэтому надо говорить об энергии. Вот полная энергия всех пучков, мы считаем, есть килотроули, и это есть величина, которую ПТЦ на ИЛА собирается как раз получить. И тогда мы можем посчитать, вот при разной геометрии, сколько же ПТЦ пар у вас может реально родиться. Но здесь, смотрите, пар не рождается. А вот здесь, в этой колоночке указана пороговая энергия, которая нужна для того, чтобы одна пара родилась. Так вот, если ИЛА будет 10 кт, то для того, чтобы одна пара родилась, при двухпучковой технологии нужно, чтобы было 40 кт. Вот, 40 кт. А ПТЦ 4, вот и изменилась ситуация. И вот, наконец, когда 8 пучков, то у вас начинает рождаться пара уже при 10 кт, а ПТЦ пороговая, ну, ровно одна частица, ну, 10 кт, она и есть. А когда в 16-24, то, посмотрите, число пар рождающихся очень много. Ну, за один выстрел. За один выстрел. И порог понижается. И порог понижается. Значит, вот были такие предположения сделаны. Здесь фокусировки еще более жесткие. Буквально на дифракционный предел. То есть, уже диаметр равен в виде волны. Ну, как говорится, очень много частиц умирают темальные пара для установки. Как удастся ли это сделать, это второй вопрос. Вот таким образом, это говорит о том, что да, Нейлай действительно ответили на первый вопрос, что Нейлай можно получать, наблюдать этот эффект или нельзя. Ответ, в принципе, возможен. В принципе, возможен. Вопрос только за технологию установки, там, вот экспериментарные, сфере самого эксперимента. А теперь, кстати, вот, если говорить о всякого рода других процессах, то, кстати, я не уверен, что вот в этой самой кашле можно реально наблюдать, но можно экспериментарные что-то придумывать, они какие-то удивительные вещи совершенно умеют делать. Но то, что парами можно наблюдать, это тоже. Теперь еще один момент. Вот, на самом деле, родившаяся пара порождает каскад. Вообще говоря, порождает каскад. На самом деле, я сказал, что этот каскад уже наблюдался слепостным экспериментом. Вот, кого-то очень спрашивал. Вот это вот жирная линия, это значит электрон, который взаимодействует с волной, поэтому здесь не нарисованы те фотоны, которые, кажется, и берутся, и излучаются обратно в волну. Просто линия жирная? Не голая, а вот голая, скорее, электрон. Он излучает фотон. Потом, спустя некоторое время, фотон в том же, значит, импульс рождает пара. Рождает пара. Это начало каскада. Первый его сталь. Первый сталь. Лазер. Я опять привожу те данные, которые были там. Амболевой вот этот парад 0,3. А энергичастиц вот такие. Вот 47 лет это здесь. А у этого фотона было 30 лет. Я уже об этом говорил. Можно даже оценить, сколько стальей каскадов в принципе люди могли наблюдать. И здесь как это оценить? Ну вот, есть вероятность излучения именно при тех параметрах, которые написаны. Там достаточно сложные формулы, но здесь А0, поскольку меньше единицы, в три раза, можно считать, что пользуется формула для 0, значит, для 0, много меньше единиц. И для вероятности рождений пара. Вероятность пара родить сложнее, то есть десятка степен, стоит малый параметр. Ну и соответственно, есть время жизни электрона по отношению к излучению, это всего 10 минус 13 секунды. И есть время жизни фотона, это 10 минус 11 секунды. И, так сказать, на самом деле, значит, существенно вот это время, потому что оно, так сказать, меньше, чем вот это. И число шагов каскада на выстрел будет тогда чему право? Вот длительность импульса, отнесенная к этой самой Т-гамме, которая большая. И получается 2 на 10 минус 2. Ну вот здесь написал отличное согласие с экспериментом, потому что там буквально от 200 выстрелов пойдет к результату. А теперь посмотрим, как вот рождается пара двумя сталкивающими. Сначала я расскажу простую схему, из которой видно, коррецидею, получил результат, который на самом деле оценочный и вполне соответствует коррецидействительности, а потом скажу о последних результатах, которые у нас есть. И, впрочем, это даже у нас прикол. Значит, ну вот, мы будем считать, что такие лазеры, значит, пороговая, для каждой интенсивности у нас вот такая вот, одна пара за выстрел, пороговая, динамика, поедение электронов, проделась пара, и резонант является вот этим вот параметром, а 0 и вот уже здесь, на какой-то цели, 10-4 параметр, а хи, так сказать, параметр хи может быть больше, чем вот это отношение, 1 и 2, которое для этого лазера 10-2. Значит, что происходит? Значит, поскольку вот такой параметр, это, это для чего он выглядит? Дело в том, что частицы, родители с электронами, вот они рождаются, они в покое, потом они начинают ускоряться. Я потом продемонстрирую механизм, на примере простой модели, потом расскажу, как это работает на других, но, они начинают ускоряться. И измучать они начинают, тогда, когда хи становятся порядка единиц. Сам факт измучения описывается так же, как в скрещенном поле, так же, как в скрещенном поле, потому что, в момент, ну, мы просто видели, там, действительно, хи, фотонный хи, достаточно большой, из-за того, что там фотон имел 30 лет, поэтому хи будет большой. И, несмотря на вот это отношение. Поэтому, локально можно рассматривать скрещенную пользу, и пользоваться соответствующим формам. Значит, но, если у меня порядка единицы, то вероятность, вот, так записывается, излучение, так записывается вероятность рождения пара, частица первой пары покоится, вот 10 минус 2, а вот это время ускорения написано. Я потом выясню, из-за чего это получается, и как это получается, но здесь предполагается следующий модель, что сталкиваются у вас два поляризованных по кругу импульса, и, по крайней москве, поле просто чисто электрическое вращается, магнитные векторы друг к другу компенсируют, а это, значит, крутится поле, а если есть такое поле, то просто, как вы понимаете, очень легко решить классические уравнения движения, вот он, хи маленькая, электрон движется по классической траектории внутри поля, и легко оценить, за какое время он наберется на то хи порядка единицы. Ну, и тогда, вот это вот время жизни электрона и потом, оно будет такое, и смотри, это 10 минус 17 секунд, очень маленькое время, там же, так сказать, 10 км на секунду, то есть, 10 минус 4, ну, и дальше что происходит, вот родилась, вот они ускоряются, за время ускорения, и, когда стало и порядка единицы, они излучают. Значит, вот, живут они, соответственно, ТЕ или ТГАМ, они одного порядка, и вот происходит такое размножение. Ну, и будем считать так, на порядок упал, значит, упал параметр хим на порядок, то есть, он опять стал маленьким, все это будет повторяться, поэтому давайте, я посчитаю вот этот вот период, этого вот, одного цикла времени, оно будет вот таким вот, да, ну, время ускорения, я оцениваю, ТГЕ, тоже я оцениваю, получается, 10-16, ну, а время вылета частицы, из этого импульса, оно вот, такое, это просто расчет, подгармотом, есть минус? Ой, конечно. Прошу прощения. Значит, а время вылета, из импульса, оно будет вот такое, 3 на 10, полное число рожденных частиц, вот таким будет, 10-30, взрыв произошел, уже при 2,5 на 10-26, то есть вот, из-за того, что одна пара родилась, значит, каскад развелся, и, как говорится, все это взлетело. то есть, а? 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 Для того, чтобы х менялось, необходимо, чтобы поле не было в поле плоской волны. Вот фокусированный один импульс, пожалуйста, два сталкивающихся импульс чего угодно. Здесь мы два сталкивающихся импульс раз маршруем. И вот в таком поле, из-за того, что отставание такое идет по углу, появляются поперечные составляющие, и х меняется. Меняется по такому закону. И видно следующее, что это х может составить порядка единицы за время ускорения, которое здесь указано, которое обозначение здесь е на е со звездочкой, а е со звездочкой вот такое. Я потом наскажу. Какой смысл этого поле скажу чуть позже. А время ускорения вот так вот считается. И вот это время ускорения, оно, как говорится, много меньше, чем пинами. Это существо. То есть на самом раннем этапе это происходит. А вот здесь вот, то, что здесь нарисовано, это просто точное решение классического уравнения движения для параметра и как он меняется в вращающемся поле. Пока никаких излучений, ничего нет. Просто классическое уравнение движения. Однако здесь размножены другие случаи, когда две эрфтически парализованные болты сталкиваются. А, это вот у нас здесь. Столкновение двухлинейно парализованных болт. Вот это вот кривая. И, как говорится, единственный одиночный, просто сфокусированный импульс. Но что про первое? Конечно, поведение, как и число, уже расчеты. Поведение частицы совершенно разное. Это решение классических уравнений. Но вот здесь вот в начале, по порядку весины, все одно и то же. Поэтому вот это время ускорение, которое я получил, оно, как говорится, на самом деле додится и для любого поля. А дальше я, как говорится, говорю следующее. Вот, поскольку хи у меня, я считаю, большое, тогда я пользуюсь вот этой формулой для излучения и определяю время жизни. Вот из этой формул сюда подставляю вместо хи, как оно меняется, и подставляю все Те, получаю уравнение Те, и вот Те я тоже получил, время жизни. А дальше я что-то говорю? Ну, вот есть время вылета. Вот разлетаются эти самые частицы. Ну, оно вот такое, явно на двоце считается. И тогда, значит, утверждение, что если вот такая ира, и времена есть, то тогда это необходимое условие для того, чтобы каскад разлился. То есть, чтобы каскад разлился, ну, необходимо, чтобы вот это вот как-то это выполнялось. А утверждение следующее, что это выполняется тогда, когда параметр μ безразмера, то есть Е в Е с от звездочки, больше не уменьшится, а значит Е больше, чем 7 на 10 минус 3 ЕС, и интенсивность больше, он, простите, пятерку вниз улезла, 2,5 на 10,25 квадратный сантиметр. Вот это и есть условие, это пороговое значение для образования каскада. А вот эта Е с от звездочки, она, как говорится, имеет простой физический смысл. Это оказывается поле, которое совершает над электронным работу порядка mc квадрата, но уже не на конторновской длине волны, не на просто на длине волны лазера, а на длине формирования процесса. Ладно, прошу прощения, на длине свободного пробега электрона. На длине свободного пробега электрона. И вот тогда, так лице, возникает каскад. Это есть некое условие. То есть при слабых полях каскад, скажется, как бы не возникает. И вот мы считаем, значит, считаем, и эти расчеты уже совпадают, фактически совпадают. Здесь мы не с кем просто делали, а потом есть пересчет, вот метан Монтекаро просто делалось. И результаты практически совпадают. Вот это вот зависимость числа, как говорится, рожденных, числа рожденных парад парами премиум. И видно, что вот здесь вот, а да, вот эта вот пунктирная кривая, это просто предельная энергия в поле. То есть вот, как говорится, досюда можно, добраться не можно. На самом деле. Правда, вот эта кривая, она как-то таким образом сделана. Предполагается, что у меня в фокусе есть как минимум одна частица, которая каким-то образом туда попала, и вот мы начинаем смотреть, что дальше эта частица порождает. Вот при таких, когда Мю равняется нам 9, единица, и многие пары еще не рождаются. А вот здесь сделано следующее. Здесь просто вот эта же кривая изображена, но в другом масштабе. Видите, здесь другой масштаб. А вот в этот момент начинает рождаться пара. Вот в этот момент. И поскольку с ростом интенсивности или напряженности поля у вас число пар, когда если тоже растет, и каждая пара порождает, а только аскар, то число рожденных частиц гораздо быстрее начинает расти. И поэтому пороговые значения, которые мы достичь в принципе не можем, соответствуют уже 2,7 на 9,26. На сегодняшний день вот эти вот результаты в простой модели полученные. На сегодняшний день уже практически закончена работа и готовится к публикации вот по Монте-Карло. Там достаточно большой коллектив, в котором немцы участвуют. И еще из Нижнего Новгорода люди пошла. Я вчера не видел из Турковского науку, с Сашей Курковой, тоже участвовал в этой реабилитетическом способе делали. И вот наконец-то у нас согласовали все результаты, так что у вас будет общая публикация. А дальше это стоит очень серьезная задача. Написаны, собственно говоря, кинетические уравнения, которые описывают весь этот самый каскад. Причем учитывается в этих уравнениях обратное влияние, то есть напряженность поля, она переменная, туда заложена. Ну, это большая работа. И, кажется, вот сейчас над этой, вы спрашивали, я отвечаю, что да, эта работа читает, и я думаю, что она в конце концов приведет несколько результатов. А пока что я могу только сказать следующее, что не избор был прав. Невозможно создать поле, раздающую пару с напряженностью, не равны деревьям. Значит, эта история очень интересная. Дело в том, что я уже говорил, что поле Лиа с характерными появилось в работе Завдора, это 31-й год, и ровно тогда же уже сам Завдор в своей статье написал о том, что Ганзингер ему сказал, что Невисборг сказал, что такое поле создать нельзя, то есть поле, которое над электроном совершает работу, он буквально это сказал, то есть он именно электрическое поле имел в виду, поле, которое над электроном совершает работу в конце квадрата создать в принципе невозможно. Это высказывание попало в книжку Завдорг Атомной Эспекции, том 2-й, и 11-й глава, как раз там посвящена бородочек кляйна, и там это как бы все написано. Но всем благополучно об этом забыли. Более того, вот мы наши группы фиане обсуждали замечание Убора, но говорили, но вроде бы ничего не происходит, вот Швинкер нашел поправку кунцулограмм как бы сгруппировал ее там, он как и и ничего же плохого не происходит. Вы сказали, что поле может создать? Да просто все забыли, сейчас все обсуждают поля больше критического, Михаилович еще не обсуждал такое, он магнитное поле обсуждал, это можно, а электрическое поле сколько угодно обсуждают. Более того, огромное количество это, нет, там произошло следующее, когда у нас работу мы только выложили в архив, она еще не появилась, сейчас она появилась безраконно, вот это подтверждение делаем, то некоторые люди обиделись и сказали, как же так, мы деньги под эти пределы бросим, а сейчас нам как говорится откажутся, потому что главный лозунг, мы будем строить установку и дойдем до шлиниевского предела, это лозунг, они не знают, как говорится, вы подписали уже в штатах, там люди обсуждают, что нет, мы не будем это дело финансировать, и так далее и тому подобное, просто обиделись, но на самом деле не помню, Николай Петрович, это еще в дальнейшем, но все это работает с моим участием, что ты здесь и делал, там не показано, что пара разрушается как раз вот при 10-26, ну то есть и салон, пара, но я, в этой работе даже и разрушается при 10-26, разрушается, очень быстро, там-то почти пределы мы доходили, но там как-то люди, как говорится, на это и внимания не обрадили, а вот сейчас обрадили. Там пара образуется, он соответственно там, что у нас было. Вот, почти что одна пара, потому что у нас было, как говорится, 5, значит, при 5 на 10-26, при столкновении, то есть, здесь показывается, что при 5-4, уже при 5 на 4, ну, считай 6 на 10-26, у тебя им нужно сразу ружить. Я еще раз говорю, вопрос зачем, вопрос зачем, не ко мне, я говорю о том, что люди строят установку и вывешивают план, который, говорит, достигнем Швингеровского предела и просят под это деньги, а здесь делается утверждение, никогда вы этого предела не достигнете. Скажите, что у вас зал от вас какой-то. А я и говорю, от зал от вас не достигнут, от зал от вас и все, так не сделано. Нет, ничего, мы уже как бы с некоторыми из этих людей помирились, объяснение они уже заполучено, они как бы не вполне правильно поняли, там работали и так далее, но если что есть, то есть. Но вот я лишь раз я просто в короткий сезон я не знаю, чем руководствуется Борь, когда делал это утверждение. Вот он сделал утверждение, считайте, сколько, 80 лет назад, вот на наш взгляд оно оказалось абсолютно правильным. Ну, на этом я закончу. А есть зависимость от чистоты доверяется введения партнер? Конечно, есть. Изо всякого сомнения, просто дело в том, что, значит, ну, делается рентгеновский лазер, но там крайне низкая интенсивность, поэтому мы даже попытались, попытались, вот у меня студент, вот так, один из них, где даже присутствует, значит, мы попытались оценить, а что будет, если взять, как говорится, мощный, фокусированный оптический лазерный импульс и столкнуть его с экспертским импульсом. Выяснилось, что экспертский импульс никакого влияния на это не оказывает из-за крайней низкой интенсивности. А какая нужная интенсивность рентгенов? Ну, я, сейчас, не смогу ответить, но, как бы, цена, просто здесь практически было получено, правильно? Вот, практически было, неинтересно, потому, конечно, можно это все посмотреть, но мы хотели опираться на реальный эксперимент. Как раз идея такая и была, что, ясно, что, если я возьму два энергичных гамма-квантов, мне не нужно ни одного лазера, а два, в принципе, два кванта, радио-два. ничего. если вообще говоря, есть лейтференции, ну, во-первых, энергии, если энергия там очень большая, то, вот мы видели, один платон, сталкивались с лазером 10-18, афрически тоже рождает пара. Поэтому ясно, что с рентгеновским лазером, то есть достаточно большинственной ценности, и, я знаю, рентгеновская, агамма, то, конечно, это эффект, уверенность. Ну, в принципе, даже не с рентгеновскими лазерами, там, у нас два порядка по нему, мы можем, грубо говоря, доли электрон-вольт, то есть электрон-вольт. Ну, лазеры есть, не рентгеновские, там, от доли электрон-вольт, а несколько электрон-вольт. Да. Вот на этом термозоне все зависит от того, какая там интенсивность. Это не очень важно, если что-то вот эту проблему не решит, на пространстве по конкурирующим. Ну, это все равно... По крайней, интенсивности. Видите, какие интенсивности нужны для того, чтобы получить высокую напряженность. Там же напряженность поля играет. Вот чем дело. Поэтому, как говорится, она в принципе вылетает. А? Она вылетает в Эл-3-9. Да. То есть, если брать титанция-1 лазер, если брать СО-2 лазер, если брать неодим, это все туннельные решения. Там есть аналог параметра-делочек, которые призыкнули все эти короны. параметра-то полет и здесь обратно параметра. Я все-таки не напомню, если вы спросили, но вот, если люди, как говорили, надеялись, что в лозу достигнут члены их интенсивности, значит, они такой интенсивности, даже, который, напряжен, если бы не мог, как и отходит, если бы не мог, если бы не работал. Конечно. Именно поэтому мы и помирились, потому что они решили, что вообще эффектом он винил. Конечно, просто эти дранки расступают. Да, эти дранки расступают. Но это некий жуткий, вот, в русской и дневнике. Именно поэтому мы помирились. Они сначала поняли это так, что он, как бы, на дороге, обречает наблюдатель вектора решения палки. Я не знаю, но мы будем с нас внушать это все. Можно еще? Да. Вот, вы, так, вы говорили, что вычисления были сделаны в подлежении полиэксплантической к первоначальному женщинам состояния. Просто классическое. Классическое. А есть ли какая-то принципиальная невозможность учесть изменения полиэксплантической системы? Супер. Есть ли какая-то возможность? Почему не возможно? Я показал, что сейчас у нас даже работа такая, мы писали некие системы генетических уравнений, плюс включая, значит, к этой системе присоединяется уравнение Максула, и все это решается совместно. Нет, для каскада понятно, а вот в одночастичном приближении, да? И там тоже, в принципе, можно, но дело в том, что, как говорится, понимаете, что значит это для каскада понятно. Там же, вот, оценки, которые я говорил, нарождают пару, да, я взял массу покоя, значит, пару умножил на число различных и пар. Но ясно, что они будут ускоряться, в любом случае ускоряться, эти частицы будут. На это же тоже откуда-то энергия берется, откуда она берется? Из поля. Даже если они, там, как бы, чисто классически, там не звучат ничего, они просто ускоряются. Они же огромные мягкие получают. Там, вот, в принципе, высота многораматорного потенциала здесь колоссальная, то есть она где-то темна, и поэтому электрон выскочил из импульса, приобретет темную мягкую. Если пара много, это соответственно. Как это учитывать? Ну, надо думать, как описывать все эти процессы, потому что речь идет о, приближении заданного, классического поля. Вот в английском языке есть слово «бэкграунд». Бэкграунд как раз и предполагает, что есть как-то нечто заданное, и на этом фоне у вас что-то происходит. Вот сама концепция такого бэкграунда в этой ситуации не работает. А как это делать? Пока еще непробное, никто не умеет. Наверное, сначала надо какие-то отдельные процессы рассматривать, придумывать разные методы, не знаю, мы не можем. Дело в том, что колесулатор не работает, теория возмущения. Просто не работает по фотонам в внешнем поле, потому что надо учитывать бог знает сколько. Вот количество фотонов, которые участвуют в процессе, оно с ростом параметра А0 растет как А0 ку. Это результат хорошо известный. То есть, иначе говоря, если у вас А0 равняется 10 в 6, то вам как говорится нужно это значающее эффективное число фотонов, которые участвуют в процессе фотонов из волны 10 по 17. Ну и какая-то ее возмущение. Значит, надо что-то другое. Внешнее поле свечет обратно реакция от него. Вот сейчас пока ничего другого. Других соображений нет, и мы будем пытаться для конкретного процесса, для развития каскады это сделать. А эти каскады на самом деле будут возникать всегда, когда будет высоко интенсивно. Всегда есть порог. Может быть, разные задачи будут быть разными. Я же не говорю, что при 10-25 будет каскад регуляться, а меньше нет. Может и меньше будет, может быть, порог повысится в зависимости от процесса. Сейчас ничего другого. Но если каскад есть, то обязательно надо рассматривать с учетом того, что происходит. А без каскада это уже сделано? Чего? Ну, то есть, например, тот же линейный контон-эффект посчитан с учетом того, что поле не нужно. Неминейный контон-эффект там не много, потому что у вас один электрон, а внешнее поле, что такое внешнее поле? То у вас, как говорится, число фотонов к какому-то плотность потон-эффект потон-эффект очень высоко. Поэтому там единицы потон-эффект эксперимента в виде, конечно, если взять частицы более высокие, больше энергетики, может быть, больше гармоний будет участвовать, но все равно это небольшое число, это там не 10 в какой-то стерени высокой потон-эффект. для нелением контона это не нужно. Там понятие бэкграунда работает, там вопросов видимо больше нет. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!